Да, всем снова доброго времени суток, с вами по-прежнему Владислав Чижиков, Никита Петров и продолжаем комментировать матч. Вторую партию матча Куреев-Капустин, первую партию в весьма драматичной борьбе Артема, в первой партии Артема доделал своего соперника, ну и сейчас вот разыграно вот это вот. Нет, срочно нужно комментировать, это концы 3-4, я такого не видел еще. Нет, это любимый вариант Ремар, он постоянно, я когда-то не говорю, он постоянно. Нет, может быть он и любимый, но я ни разу не видел такого, может быть он вообще хороший, но как бы... Нет, Ремар старосортный, конечно, откровенно. Ну я как бы так помягче стараюсь, ну не знаю. Просто дело в том, что А6 мне не нравится ход, мне кажется. А чем-то она отдали. Слабо 8 надо было пойти, да. Ну опять какие-то странные вещи, по-моему. Мне кажется, они после той партии еще не отошли, после первой. Нет, ну черные не то сделали, хотя мне кажется и так у них может нормально. Но вообще здесь бы я бы уже белых выбрал. Проблема в том, что Ремар хорошо чувствует вот эти позиции. То есть вот эти вот каменные стенки различные, он как-то довольно уверенно обычно надвигает колецкий план. Хотя же 4-е ход мне абсолютно не нравится, конечно. То есть теперь белые поставлены просто перед такой ситуацией, из Е7 на Ф5, и в белых не будет никакого... Ну коня на Ф5 это, конечно, хочет куда. Конь Е7 ход логичный и достаточно сильный, наверное. Нет, ну надо, да, коня на Ф5. В Б5 тоже достаточно логично, хотя, конечно, я бы сначала... Сейчас Ф5, Павел, не получит Ф5. Я бы сначала, да, усилил свою фигуру, а потом... Нет, надо Ф5 было ходить, потому что там слон на Ф4 уходил, ну, хоть что-то происходило бы у белых. А так, что они с этим слоном будут делать? Да, Ф5 стоило сыграть. По-прежнему, кстати, эта возможность висит в Оздринге. Мне не... Актём препятствует, мне не нравится, как он препятствует. Почему-то типа... Да, да, мне тоже не нравится. Ну коня на Ф5, видимо, он, может, хочет, что конь на Б4 дает помогать там. Да, ну, тут понятно, что, скорее всего, просто Актём не видит этого перевода. Так-то все достаточно легко объяснимо. Но перевод от этого не перестает быть менее сильным. Не перестает быть сильным, точнее. Ну, конь там и Д4 атакует. Ну, он хочет как-то пойти А4, конь С4. Одного коня на С4 зафиксировать, а второго потом на Ф5 перевести. Пешкой Ф, наверное, нет? Да, пешкой Ф было сильнее. Я не попадаю в ходы. В другой стороны, сейчас черные могут быстро успеть пойти. Кроль Ж7, ладья Аж8. Не, ну черных все равно лучше, конечно. Потому что слон как стоял чернопольный пассивно, так и стоит. Его даже есть не хочется. Ну, может быть, не знаю, может быть, поэтому белым стоит пойти Б3. Не знаю, пешка на А3 явно погодно не сделать. Черные брать, конечно, не буду. Там конь С5, в крайнем случае. А на Д2 брать обидно слона. Ой-ой-ой. Солнце 1. Готовит Б3, видимо. А партию не выиграть, мне кажется, нет? Солнце 1. Ну, да, вероятнее всего. Не, ну по-хорошему тут при нормальной игре белыми уже... Он Д7 сейчас заставит же пойти, нет? Я пошел бы к предыдущим ходам. Он хочет... Ух, вот и в 5, наконец-то. Я давно этот ходжен. Да, ну, кстати, достаточно неприятный этот черный момент, потому что он А8 подвисает. Да, тут неожиданно, как в первой партии всю партию... Не, ну я говорю, счет 1 на 1 самый... Самый правильный. Может, Е5 пойти? Нет, мне кажется, контр-игра у белых уже в любом случае будет. Просто дело нужно что-то отдавать, обидно. Я не знаю, может, действительно Е5 пойти? Е5? Да. Там F6 не страшно где-нибудь? Может, не сразу? Ну, просто... Не знаю. Как-то это все... Все-таки, да. А там F8, да, Е5? В крайнем случае черный F8, например, на F6. Не знаю, на Е5 надо проверять... Ну, уже страшно стало. Только чтобы все хорошо. Не, ну просто, ну... А почему опять они летят куда-то? 4.18. Да, поэтому 24 ход сделан. И из них половина спорных ходов. Не, ну просто, как бы, вместо всех вот этих надвижений на ферзом фланге конянов опять перевести, а белые оставались без контр-игры. То есть, вот представить вот точно такую позицию с пешкой на B6 и с конем. Качество отдали, я так понял. Да, отдали. Ох. Ну уж лучше, может, качество дать. А то сейчас такие петки будут. Не знаю, как, что-то жалко. Любой не хочет. А позицию жалко. Только что было просто... Ферзи 7 вообще непонятный ход. З5 еще зависло. Да. В общем, странные вещи происходят опять. Там G6 потом. Может G6 пойти вообще? Точно... Может быть смысл хода Ферзи 7 в том, что провоцирует Эльмара на ход Е6 и потом хочет побить ФС, бросить качество и как-то улучшить свою структуру? Я бы G6 посчитал, там, интересно, хоть бы G6. Ну да. С идеей... Ну так тоже будет. С идеей на FG Ферзи D5? Да, на FG C7, да, Е6. Да, не исключено, что ты просто выигрывал, на самом деле. Не, ну выигрывал, ладно уж. Это если бы король-нож-1 не мешался, может быть и выигрывал. А та, кстати, может быть какие-то шансы появляются? Тут пойти... Хотя тоже, конечно, неудобно. Нет, шансы... Уже без пешки же... Да, ну пойти Ферзи D6. Такой плохой это Тенчпель. Я не думаю, что пелые будут меняться вообще. А если не меняться, ну черные лучше выросло будет. Ферзи D7, конечно, далеко. Это чтобы там ладяж 1 потом идея была, да? Не, ну он может он хочет конь Е3 и попытаться на какой-то вечный шах сыграть, не знаю. Конь Е3? Да. Я что-то в ту сторону уже перестал смотреть. Конь Е3, там же... Можно просто Ферзь куда-нибудь отойти. Я ожидал отхода к королю, молодежь 2, видимо, сильнее. Не, да. Ж6, не? Не, ну, во-первых, на чем с того, что Конь С4 висит? Я не понимаю... Нет, ну это кто о чем думает, да, Коня... Я не исключаю, что это Коня эта жертва, там, на Ферзи С4, СБ. Ну, в общем, это странно выглядит, конечно. Нет, а мне с Ж6 хочется замотовать, нет? Там нету мата. А, ну просто... Это самый консервативный ход. Сохранил все угрозы. Да, ну я понимаю, что эти угрозы такие сильные, если сейчас с черным... Нет, а в Ж6, мне кажется, выиграло, нет? Да, а сейчас вот мне нравится черный ход Кунь Е7, а потом Кунь Е6. Мне кажется, очень достойно смотрелось. Ну, в общем, да, что-то робот соперника не в форме этих матчей, если честно. Не, ну сейчас белые последние ходы делают неплохие, почему? БЦ мне сильно не нравится. После Кунь Е7, мне кажется, у черных все становилось нормально снова. Нет, ну это сложные ходы, но учитывая, сколько тратится время, я думаю, что ладья Д8 там никто не зевает. А, там на С6 висит. Мне кажется, что на ладья Д8 он собирается чуть ли не в Ферзе В6 пойти. И там просто ман, да, поставить в Ж6? Надо пытаться дать ман, да. Тогда надо Ферзе В7 и как-то... Да, мне кажется, надо быстрее. Там Ферзе В7, конечно, там другие проблемы. Например, белые могут побить и пойти Е6. Ну, качество... Ну, такое свое качество, такое качество обидно уже. Можно и проиграть быстро. Он, да, он съел и сейчас Ферзе В6 пойдет. Ферзе В6. А Е6 еще? Ой, нет, ну тут плохо. Е6, Ж6, Ферзе В6. В общем, да. Е6 сигнал. Попощь, да. Ну, и тут белые близкие к победе. Ну, мы не будем торопиться с выводами. Тут еще все. Ну, а я не сказал, что выиграю, я сказал близкие. Ну, вообще, видимо, выиграю, потому что Ферз не бьет, к сожалению, на Ф7 из-за потери коня. А если Ферз не бьет, то... Никто не бьет, да. Король Ф7, там Ферзе В6. Ну, как король Ф7 надо играть и надеяться. Ф6. Ну, что поделать, король Ж8. Нет, ну это Ферзе В6, там по черным полям слон подключается. Да, Ферзе В6, король Ж8. С шахом все. И потом в конце варианта я, наверное, еще и Владя Е1 полюбил. Нет, ну а что делать? Не сдаваться? Ну, Ферзе В7. А, то есть просто без коня играть. Ну, может быть. Ну, там все-таки пешки какие-то съедим. Может, они закончатся в какой-то момент. Ферзе В7, Ферзь бьет Б6, Владя С бьет С3. В атаку, потом вот я же 3, делаю вид, что так все и было задумано. Нет, ну, в принципе, если было бы не 3-0-5, а 0-5, я думаю, это бы прошло. Тоже не факт с трехсекундным добавлением. Прошло бы, прошло. Потому что это неожиданно. Сыграл как Дехси, Артем. Теперь надо в стиле Остапа Бендера украсть Владюса, а один у белых. Борьба разгорится с новой силой. Иначе... Что-то Каня, а не ест. Ж6 считает? Нет, слава богу. Да, Ж6, конечно, был бы неожиданный поворот, вот и плывится. Так, он и отрывает. Ну, там, чтобы шахи какие-то, да, видимо, так. Да, видимо, Ферзь идет на Д5, и черные матуют. Вот такая идея. А как матуют? Ну, как, как? С помощью магии по-другому как черные матовать. Нет, он на самом деле, он хочет там как-то на слава напасть потом. А, я Ферзь Н5, Ладья Н3 идею. А, ну да, может он хочет просто... Да нет, там Ферзь Е6 будет, нет, это откладывается. Ладья Д1 грамотно. Ладья Д8 хотим. В общем, да. Беда, беда, беда. Неприятный ход. Я думаю, что счет 1-1 будет достойным завершения этого матча. Хотя, должен сказать, что все-таки у Эльмара в первой партии был более откровенный выигрыш, чем у Артема в этой. Ну, здесь было просто позиционно лучше. Ну, большой позиционный перерез, но все-таки это не выигрыш. А, там у Эльмара было лишнее 4 пешки или 3, ну, в общем, много лишних пешек. 2 вроде, нет? 3, 3, да. 3 в один момент было точно, а еще 4 не умерли. Тут Ферзь G7 и слонцы Е5, да, ну все. Не-не, надо так играть, никаких разменов. Так, сейчас, сейчас. Чудеса нет, не начнутся. Ну, вот время поменять надо. Еще, помимо недостачи материала, еще маловато времени. Ладья Е8 аккуратно защитился пока. Ладья Е8 будет, Ферзь Д5 на Ладья Е8 будет. Все равно беда, да? Не, ну, слишком много полей, с которыми белые могут дать шахту. Ничего не поделаешь. На Ферзь Е6, Король H7 и Ладья H2, да? Да, не, на Ферзь Е6, видимо, Артем пойдет Ферзь Ф7. Вот, там еще и качество теряет. Ну, да, допустит, потеря качества и будет играть без Ладьи. Не, сдаться, я думаю, да. Ну, все-таки, все-таки сдался, да. Ну, в общем, спасибо моим шахматистам за борьбу. Ну, шахматы были радостными в этот раз. Да, как никогда. Даже, я думаю, Кирилл Шроков и близко не стоял тут рядом с этими двумя партиями. Ну, в общем, всем спасибо. Для вас пытались комментировать эти партии Владислав Чижиков, Никита Петров. Надеемся на то, что в будущем будут более все-таки качественные шахматы от... С обеих сторон, скажем так, матча. Но не менее интересные при этом, желательно. Да, вот надо бы как-то найти баланс, компромисс. Ну, в общем, да. Спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Спасибо. Спасибо.